День Учителя – особенный праздник. Люди именно этой профессии закладывают в каждого человека те качества, которые пригодятся им в будущей жизни. Вот некоторые примеры. Школьные годы я помню очень даже хорошо. В 1985 году я пошел в новенькую, свежепостроенную третью школу нашего замечательного Десногорска, где и проучился до выпуска. Первой учительницей у меня была Фея Михайловна Фельчагина, замечательный педагог, который всю нашу большую ватагу первоклассников, а класс у нас был большой, 42 человека, умудрилась не только научить, но и соорганизовать, подружить, заложила очень хорошие основы коллективного творчества, взаимодействия. Наш класс до конца оставался очень дружным. С удовольствием, конечно, вспоминаю замечательную учительницу английского языка Слану Михайловну Широкову, которая, кроме того, что учила нас своему предмету, еще и организовала театральный кружок и позволила нам раскрыться в той сфере, в которой вроде бы никто и не собирался. То есть мы выходили на сцену, учились выступать перед людьми, быть открытыми и проявлять творческие способности. Это было очень интересно и в жизни тоже, я думаю, пригодилось. Сегодня уже сквозь все эти годы, прошедшие, мне много раз приходилось выступать перед разными аудиториями. И я помню, что основу этому я получил еще где-то в далекие школьные годы. С удовольствием вспоминаю замечательную нашу учительницу русского языка и литературы, Надежду Николаевну Никитинскую. Я от всей души хотел бы ее поздравить с замечательным профессиональным праздником, с Днем Учителя, и поблагодарить за то, что она позволила мне владеть русским языком в достаточно хорошей манере, в достаточно хорошем литературном жанре, что позволяет мне не только общаться с людьми, но и порой статьи писать в газеты или выступать. Это все, конечно, ее заслуга, она меня этому научила. Конечно, я помню всех своих учителей и безмерно им благодарна за тот вклад, который они, я считаю, они виновники того, что я сама стала преподавателем, учителем, и очень этим горжусь. Мой первый преподаватель, горожанка Светлана Георгиевна, человек с тонкой душой, горячим сердцем и с огромным багажом знаний, который всегда старался всем детям, юным созданиям дать все то, что знает она сама. Человек очень творческий, интеллигент, очень много лет проработала в средней школе номер 3 города Десногорска. Часто встречаю Светлану Георгиевну, до сих пор с ней дружим, общаемся. Она прекрасный человек, очень добрый, искренний, пишет стихи, очень любит детей, поэтому очень ей благодарна, что она помогла мне встать на этот путь и направить по нужной дороге. Хочется передать большой привет моей первой учительнице, Любовь Романовне Новосельцевой, классному руководителю Людмиле Валерьевне Горягиной, ныне Цукановой. Я с большим теплом и трепетом вспоминаю нашу первую школу. Отдельное спасибо и память нашему замечательному организатору Алексею Александровичу Архипову, который подарил нам особенное детство. Очень жаль, что его нет и не стало его в канун Дня Учителя, но мы помним его, любим и продолжаем его добрые дела.